Продолжаем. Значит, целью нашего курса, как мы уже обсудили, будет рассмотрение методов расширенного управления процессами. Расширенного в смысле отличающегося от того, что вы до сих пор проходили в курсах теории управления и локальных систем управления. Значит, сегодня мы начнем с наиболее простых методов. Даже будем, наверное, смотреть не столько с методов, сколько с тех инструментов, которые доступны вам, как инженерам по автоматизации. И, соответственно, основным вашим инструментом будут так называемые PID-регуляторы. Это расшифровывается как пропорциональные интегрально-дифференциальные регуляторы. Суть, которая сводится к тому, что они, как вам хорошо известно, отслеживают изменения величин процессов и применяют к ним одну из трех компонентов. Либо все три компонента сразу. То есть, либо выдают на выход пропорциональную компоненту, либо интегральную компоненту от входного сигнала, либо дифференциальную, либо все вместе. То есть, такой простой алгоритм, который, тем не менее, покрывает почти 90% всех задач, связанных с автоматизацией. Вот. И сегодня, соответственно, мы посмотрим, к чему нужно быть готовым при использовании таких инструментов. Как они вообще могут выглядеть, да? Самое простое – это просто такая коробочка, на которой есть какое-нибудь табло, показывающее показатель вашего процесса. То есть, если это какая-нибудь печка, то это температура внутри печи. Есть набор всегда кнопок на этом ПИД-регуляторе, которые позволяют вам, например, менять уставку, то есть заданную температуру. И, соответственно, такая коробочка, к ней подключаются датчики, подключается какой-нибудь исполнительный механизм. Если это печка, то это какой-нибудь электрод, который разогревает воздух. Вот. Соответственно, задача такой маленькой коробочки – это формировать силовое воздействие, да, на этот электрод, чтобы, соответственно, разогревать или, например, просто останавливать разогрев печи, если, например, вы превысили заданную температуру. Либо, например, включать, если вы до заданной температуры еще не дошли. Вот. Это такое самое простое устройство, да, которое там можно будет… Выглядеть как спичечный коробок, да, к нему подключаются датчики. Исполнительный механизм. В принципе, это и есть готовая система управления. То есть внутри там системы управления – это может просто какая-то быть коробка, если система управления – это какой-то шкаф с набором кнопок и какого-нибудь табло, да, то гидрегулятор или, как их называют, измерители с функцией управления, да, это просто какая-то тоже коробочка внутри этого шкафа, которая там в нее вмонтирована. Помимо там остального электрического оборудования, да, которое необходимо для работы вашей системы. Это, наверное, самое простое, что вы можете встретить из системы управления. Вот. Более сложная ситуация, когда у вас есть какой-нибудь, например, программированный логический контроллер, например, нарисованный здесь компанией Siemens. Вот. Есть много других производителей, в том числе и у того же Oven есть контроллеры, которые позволяют вам не просто путем нажатия кнопок, да, что-то там подбирать, устанавливать, но в то же время, например, и писать какие-то или простые программы, или более сложные программы, там, в зависимости от мощности. Вот. Но, тем не менее, на некотором таком стандартизированном языке. Вот. И здесь тоже вы можете встретить PID-регулятор. ПИД-регулятор тоже часто его использует. Он будет выглядеть уже не как устройство, да, а как некоторая программа. То есть в среде разработки для этого программирования логического контроллера, да, у вас будет какой-нибудь стандартный блок под названием PID-регулятор. Ведь это тоже вы будете уже не проводами заводить сигналы, да, все провода вы будете подключать на клеммы вашего контроллера, да, на модуле ввода-вывода, куча проводов подписанных, да, это все входы и выходы вашего контроллера. Вот. И, соответственно, внутри вашего программирования контроллера у вас будет уже какая-то размеченная память ввода-вывода, где вы сможете подключать отдельные ячейки памяти, там, по сути, переменные, да, к входам вашего PID-регулятора. То есть такой чисто программный уже PID-регулятор. Соответственно, их может быть тут несколько, это могут быть целые каскады, состоящие из PID-регуляторов. Ну, вот в таком виде тоже часто можно их встретить. Вот. Соответственно, неважно, как он будет выглядеть, да, это будет какое-то отдельное устройство, где будет прямо на панель выводиться показатель, которым вы управляете, там могут быть какие-то кнопочки управления, да, или это будет программированный контроллер, в котором будет подключена отдельная панель оператора, где вся та же информация, все те же кнопки будут, например, выведены на сенсорную панель. То есть в обоих случаях алгоритм работы такого устройства, он будет идентичен, вот, но с некоторыми отдельными тонкостями, да. Вот. И, соответственно, мы сейчас попробуем про эти тонкости поговорить. Значит, мы будем смотреть на тонкости, да, то есть понятно, как это может выглядеть, да, мы более-менее поняли. Вот. Теперь самый главный вопрос, да, что внутри этих коробочек, соответственно, чтобы с этим разобраться. Понятно, что никто, ну, большинство, по крайней мере, производителей вам в открытую никогда не расскажут, как устроено их устройство, да, но по косвенным признакам вы можете, проведя небольшой анализ, изучить и разобраться, как же он работает. С одной стороны, да, это полезно знать, да, то есть вы не можете применять инструмент, который вы не знаете, как работает. То есть с другой стороны, вам, ну, как специалистам тоже, наверное, полезно в этом разбираться. Вот. Потому что, как минимум, если что-то не будет работать, вам нужно будет понять, как это изменить. Вплоть до того, чтобы просто переписать тот софт на вашу собственную реализацию, на ваши конкретные задачи. Вот. И для того, чтобы разобраться, как что устроено, да, полезно бывает проводить обзор различной специфической литературы, да, по управлению, по, ну, не только там по теории управления, да, но и в первую очередь по тем коммерческим применениям, да. То есть так или иначе, производители оставляют некоторые следы. То есть за каждым производителем есть какая-то компания, да, за этой компанией есть какое-то ключевое слово, да, по названию этой компании, где можно поискать, какие сотрудники в ней работают, чем они занимаются, да, какие есть департаменты, вот. И так или иначе выйти на конкретных людей, да, которые занимаются разработкой такого рода продукции. Вот. Такие люди часто публикуют патенты, часто пишут статьи, диссертации, общаются на форумах, да, то есть так или иначе, собрав некоторую информацию, можно понять, кто и что делает. Вот. Ну, мы, соответственно, будем уже некоторую такую соляночку смотреть, то есть за нас уже эту работу провели, да, и выпустили такую вот обзорную статью. Статья, к сожалению, наверное, не самой первой свежести, да, то есть 2006 год, это почти уже 16 лет назад, да, но, тем не менее, в промышленности все довольно медленно меняется, то есть те инструменты, которые здесь описаны, они есть и в современных контроллерах того же Овена, там, да, алгоритмы, например, автонастройки регуляторов, они не сильно отличаются от того, что здесь описано. Вот. Потому что в целом хорошо разработана уже область, да, и есть уже множество готовых рецептов, как это использовать. Вот. Нам лишь нужно понимать, какие рецепты существуют, наиболее популярные рецепты именно, да, совершенствования, вот, управления по пидрегулированию, да, то есть, ну, понятно, что сам алгоритм пидрегулирования, он довольно прост, да, но вокруг него вырастает целая индустрия того, как с ним работать, потому что, как минимум, вам в этом алгоритме нужно выбирать три коэффициента, пропорциональный, интегральный, дифференциальный. Вот. Кроме того, да, у вас могут быть некоторые сложности с самим процессом управляемым. То есть, например, ваш процесс может меняться во времени. Там, например, из-за старения оборудования, да, из-за того, что зима, лето, да, по-разному, разная температура за окном, да, будет по-разному у вас вести себя, например, система кондиционирования. Тоже нужно уметь подстраиваться под эти изменения, да, вплоть до того, что когда форточку открываете, да, у вас кондиционер должен начать работать у него по-другому. Вот. То есть, так или иначе, вокруг простого алгоритма всегда вырастает огромное количество всяких ухищрений, изобретений. Вот. И это уже как раз-таки начинается область Advanced Process Control, то есть расширенного управления процессами. Когда вы не просто, подобрав коэффициенты, да, подставив их, запустили систему какими-то своими методами, в тетрадочке рассчитали, да, когда вы используете уже какой-то продукт, программный продукт или аппаратное решение, которое позволяет вам эти коэффициенты посчитать, например, автоматически. Либо однократно по запросу, да, когда вы только-только, например, занимаетесь пусконаладкой, или, например, вам нужно раз в год перенастроить систему, да, то есть разовое изменение. Вот. Либо это происходит постоянно. Так в таком случае уже можно говорить о некотором адаптивном управлении. Вот. Но в любом случае то и другое, это уже довольно сложный алгоритм начинается, то есть гораздо сложнее, чем простой ПИД-регулятор. Вот. И, соответственно, здесь вот в данной статье, да, собраны какие-то такие соляночка из наиболее известных примеров. Примеров того, как это может быть реализовано. Вот. Соответственно, тут статья построена в три уровня, да, то есть первый уровень – это патенты. Любая компания коммерческая, да, которая хочет что-то создать новое, она всегда сталкивается с дилеммой, да, то есть если конкуренты узнают, как устроено это новое, то все инвестиции в исследования, в разработки, они, по сути, обнуляются, то есть вы их просто можете выбросить на ветер, потому что ваши конкуренты просто возьмут и повторят ваш продукт. Вот. Поэтому есть разные способы борьбы с этим. Вот. Мы остановимся на… Ну, самые популярные, да, это патенты. То есть если вы что-то запатентовали, то вам законом гарантируется, что никто другой не имеет права этим пользоваться. Вот. Поэтому информация, которая присутствует в патентах, она позволяет очень хорошо себе представить ландшафт того, чем занимаются крупные компании, да. Соответственно, у каждой компании есть свои какие-то продукты, и по косвенным признакам можно понять, как тот или иной продукт работает. Это очень полезный источник информации. Вот. Ну, и кроме того, да, есть еще программное, аппаратное обеспечение, да, которое имеет набор документации пользовательской, да, по которой тоже можно понять. Иногда там в явном виде прописано, как устроены алгоритмы. Иногда в неявном. Вот. Но, тем не менее, тоже можно сделать какие-то гипотезы о том, как это работает. Вот. Но нам, конечно, в первую очередь интересны алгоритмы, модели, которые используются. Это будет как раз предмет нашего курса, да, и мы сегодня начнем с этим постепенно разбираться. Вот. Ну, что, собственно, авторы статьи-то сделали, да, они просто проанализировали огромный массив патентов, которые были зарегистрированы там с 80-х, 70-х годов, да, до 2000-х. Соответственно, провели такую своего рода классификацию, да, разложили по полочкам, что и что, то есть какие направления существуют именно в совершенствовании систем управления на базе пидрегулирования. Вот. Ну, и они вот предлагают такую некоторую классификацию, да, что все алгоритмы, которые связаны в около, в такой индустрии около пидрегуляторов, да, они чаще всего сводятся, понятное дело, к настройке коэффициентов, да, то есть сам алгоритм пидрегулирования, он известен. Соответственно, что в нем можно менять? Можно менять коэффициенты, да. Коэффициенты можно менять, брать с потолка их или опытным путем подбирать, да. А можно применять какие-то математические методы для того, чтобы выбрать оптимальный набор коэффициентов. Вот, соответственно, большинство патентов, они крутятся как раз вокруг того, как выбирать эти коэффициенты. Соответственно, здесь выделяется несколько подходов, да, это подходы, связанные с возбуждением системы, то есть вы когда только-только запускаете, то есть есть у вас объект какой-то, да, вы не знаете, как им управлять. У вас есть пидрегулятор, как некоторые стандартные решения, вам нужно подобрать к нему коэффициенты. Самый простой способ, да, это подать ступенчатое воздействие или так называемое возбуждение объекта, да, то есть привести его в некоторое нестационарное состояние, дать ему толчок этому объекту, да, посмотреть, как он на него отреагирует, записать информацию и на основе этой информации разобраться, как же управлять. Ну, как правило, это называется, в английском языке называется excitation, да, то есть система с возбуждением. Соответственно, противоположное им это non-excitation, да, без возбуждения. То есть когда вы не пытаетесь давать пинок системе, просто так, да, а вы просто наблюдаете, как она себя ведет, работая вместе с системой управления. Вот второй метод предполагает, что вы все-таки должны сделать какое-то предварительное, предварительную настройку, да, хотя бы разобраться, какой знак будет иметь ваши коэффициенты, да, то есть у вас будет инвертированная обратная связь или прямая обратная связь, то есть на, там, увеличение ошибки вы будете, там, давить на газ, да или наоборот давить на тормоз, то есть понять хотя бы направление, да, после этого, например, методы без возбуждения будут наблюдать, как система реагирует на изменения, например, задания вашей системы, ну, задания в смысле, например, температуры в кондиционере, да, то есть вы ее задаете, да, и дальше начинает запускаться система управления, которая там либо охлаждает, либо нагревает воздух в комнате. Соответственно, метод без возбуждения, да, он просто будет мониторить, как происходит управление, да, и на основе этой информации строить предположение о том, какие коэффициенты являются оптимальными, вот, а система с возбуждением, это когда вы просто включили печку в кондиционере, да, и он начал просто греть воздух, и вы наблюдаете, как система, например, как ваша комната разогревается без какой-то цели. Вот это такие главные отличия между вот этими двумя направлениями, связанными с возбуждением и без возбуждением. Ну, и видно, что оба направления так или иначе популярны, то есть и то, и то интересно с точки зрения патентов, то есть их количество растет. Здесь, конечно, мне кажется, количество патентов занижено сильно, мне кажется, тут тысячи должны быть их, но тем не менее и то, и то направление, да, оно одинаково популярно. Естественно, что у каждого из них есть свои достоинства и недостатки, то есть очевидно, что систему с возбуждением нельзя использовать там, где у вас объект может быть неустойчивым, то есть если цель пидрегулирования, это, например, стабилизация системы, если у вас, например, речь идет о самолете, да, никаких пинков самолету давать нельзя, то есть там все должно четко работать без каких-то вопросов, да, но при этом, например, система без возбуждения может вполне заниматься мониторингом того, как летит самолет и, соответственно, подстраивать коэффициенты. Конечно, там речь идет не о пидрегуляторах, да, там чаще речь идет все-таки о более сложных системах, но как пример, да, может быть отличие, да, между системой с возбуждением и без возбуждением. С возбуждением хороши там, где вы можете делать эксперименты, в системе не боясь, что что-то взорвется, да. Без возбуждения, это, как правило, там, где вам нужно либо непрерывно менять параметры, то есть у вас непредсказуемым образом меняются условия окружающие, например, там, форточку могут в любой момент открыть или дверь забыть закрыть в холодное время суток. Соответственно, вам нужно постоянно мониторить поведение системы, да, и выбирать коэффициенты оптимальным образом. Вот, естественно, что постоянно делать эксперименты не получится, то есть эксперименты чаще всего для пусконавадки или каких-то разовых акций во время обслуживания. Вот, ну, так, если дальше детальнее, да, то есть тоже бывают разные виды возбуждения, это и ступенчатые воздействия, это и какие-то периодические воздействия, которые вы подаете, это и просто включение-выключение регулятора, да, пока он не достигнет пределов, то есть попытаться целый диапазон поймать. Вот, также делят параллельно, да, с возбуждением и без возбуждения, делят еще на, ну, здесь напишут, что методы, которые работают во временном домене, да, то есть когда у вас модель или метод, который вы используете, они анализируют данные во времени, да, и частотные методы, да, когда анализируют частотные характеристики сигнала. Вот, ну, дальше это уже больше, конечно, влияет на то, является ли, например, в основе вашего алгоритма или метода лежит ли в основе какая-то модель. То есть модель всегда есть, да, но является ли она, как бы, формализована заодно, да, в виде каких-то уравнений. Соответственно, есть, если говорить о временных, да, то чаще всего это какие-то методы, основанные на моделях, когда задается некоторое предположение о том, каким вообще, в принципе, может быть процесс, да, и он просто параметризуется. То есть все множество объектов, для которых ваша коробочка будет предназначена, оно описывается одним уравнением, да, с набором неизвестных коэффициентов. Таким образом, сам процесс, например, выбора этих коэффициентов, да, это собрать данные, например, записать реакцию на ступенчатое воздействие или реакцию, например, в процессе функционирования системы, вот, и попытаться методами оптимизации подогнать коэффициенты под уравнение вашей модели. Вот, и затем уже, имея модель, вы можете применить известные вам методы синтеза регуляторов, для того, чтобы эти коэффициенты пересчитать оптимальным образом. Вот, альтернативными вариантами служат методы частотной, частотный метод, да, когда вам модель можно уже не задавать, у вас просто появляется спектр сигнала, например, реакция на ступенчатое воздействие, и вы можете, подобрав коэффициенты пид-регулятора, да, например, какие-то частоты усилить, какие-то, наоборот, погасить. Вот, таким образом, да, есть вот такое еще деление, да, на деление с помощью моделей, да, и без модели. Вот, и, соответственно, методы, таким образом, соответственно, вы можете понять, как устроена ваша система, да, а дальше уже речь идет именно о том, как, например, настраивать коэффициенты, да, то есть то, что выделяется несколько методов, это методы на основе формул, когда, например, получив коэффициенты вашей модели, вы можете просто заранее рассчитать формулу, да, и заложить ее в ваш регулятор, да, или в тот регулятор, который вы анализируете, он заложен. Есть некоторые правила экспертные, то есть они пытаются имитировать действия наладчика, да, который приехал на объект и пытается настроить пид-регулятор, то есть программисты написали алгоритм, да, пид-регулирования, а коэффициенты выбирают наладчика, который на объекте уже подстраивает пид-регулятор под конкретные требования. Соответственно, вот методы и алгоритмы, построенные на правилах, да, они пытаются имитировать действия человека, который, глядя на объект, ну, например, он выбирает какой-то случайным образом, ну, просто выбирает, например, коэффициент, да, смотришь поведение. Если он получает, например, осциллирующие колебания, значит, соответственно, направление, да, то есть коэффициент усиления выбран неправильно. Он его выбрал, выбрал его, например, поменял у него знак, да, исчезли осцилляции, да, то есть колебания, просто появилось перерегулирование, да, соответственно, понятно, что вроде пропорциональной части ее можно подстроить, да, чтобы перерегулирование было минимальным. Дальше, например, он видит, что все равно остается некоторая статическая ошибка, да, и начинает подкручивать уже интегральную компоненту, чтобы она приходила точно в цель система. Вот, и дальше, если, например, еще есть система второго порядка, то есть какое-то перерегулирование все равно, то есть отсутствие статической ошибки, да, но перерегулирование, либо, наоборот, низкая скорость, да. Соответственно, можно применить еще дифференциальную компоненту, которая позволяет ускорить, ну, улучшить качество, да, например, убрать демпфирование, убрать перерегулирование, вот, для того, чтобы еще больше улучшить качество системы, да, соответственно, система основанная на правилах, могут использовать вот такие эмпирические правила, да, для того, чтобы правильно рассчитать вам коэффициент, то есть, по сути, заменить вам опытного наладчика, разбирающегося в ПИД-регуляторах. Вот, есть еще отдельные категории, это, ну, здесь так, скорее, дань моде, да, 10-20-летней давности о том, что отдельно выделяют нейронные сети хотя бы я, хотя я, наверное, все-таки их отнес больше к оптимизационным методам. Вот, и методы основаны на оптимизации, да, то есть, когда заданы некоторые более сложные критерии, чем в правилах или формуле, да, и, соответственно, человек может эти критерии как-то двигать, исходя из них в реальном времени будет происходить оптимизация поведения вашей системы. Вот такие основные тренды. Значит, соответственно, здесь представили товарищи из Японии, да, целый набор патентов, которые они проанализировали. Там часто из названия патента можно понять, в каком направлении он двигается, да, но также они вот пометили туда, что тип, то есть, они раскладывают, да, что есть тип идентификации, по сути, они раскладывают все возможные патенты, да, на две, на два измерения, да, по тому, каким образом определяется поведение процесса, то есть, как анализируется, то есть, с возбуждением, без возбуждения, да, система. И второе – это принцип настройки, то есть, настройка по формуле, заранее заложенной разработчиками, на основе правил, да, либо оптимизация, либо вот тут еще есть нейронные сети. Вот, тоже очень полезно бывает залезть в такие патенты. Для примера, например, посмотрим один из них, который связан, сейчас он тут вот этот, с Honeville, да, то есть контроллер, который определяет оптимальные настройки параметров для использования в процессе управления, да. Вот сейчас посмотрим, как он может выглядеть, да. Ну, кто не видел патенты, да, они всегда, их можно всегда в интернете найти, то есть, это публичная информация. Целью состоит в том, чтобы застолбить некоторую поляну, да. Вот в данном случае, там, в 2001 году, да, патент, компания Honeville запатентовала, ну, ни много ни малым, да, ПИД-регулятор, по сути, да, который реализован на базе процессора, да, и участка памяти. Ну, вот такая особенность всех этих патентов, да, что они часто бывают патентуют какие-то очевидные вещи. Делается это не случайно, значит, часто у таких крупных компаний бизнес строится таким образом, что они довольно много инвестируют деньги в разработку, в разработку, да, и пытаются всячески свои инвестиции сохранить, да, оградить от конкурентов. Вот, поэтому, как правило, при появлении какой-то идеи, сама по себе идея ничего не стоит, да, стоит некоторая интеллектуальная собственность. Вот, они начинают эту интеллектуальную собственность со всех сторон ногораживать. Там, мы не будем говорить, там, про коммерческую тайну, когда вводится режим коммерческой тайны, и, соответственно, принимается мера для того, чтобы информация, да, о ваших разработках не попала на открытый рынок. Но также есть и другие методы, да, более-таки сложные, например, патентование, когда вы вашу разработку со всех сторон обкладываете патентами, да, на разные всевозможные идеи, проходите некоторую формальную процедуру ревью этих патентов, да, и получаете документ, который дает вам право, там, в течение 20-15-20 лет прийти к любому, кто попытался повторить вашу идею для того, чтобы, там, предъявить ему, например, иск. Вот, ну, тут в теории все очень красиво, да, но на практике, конечно, начинается много разных тонкостей, проблем, то есть довольно, ну, можно всегда, ну, как говорится, можно любую чушь запатентовать, ну, не любую, конечно, вечный двигатель вы не сможете запатентовать, да, но какую-то наукообразную ерунду можно вполне какие-то очевидные вещи запатентовать, да, хотя на самом деле это вам не так уж много даст, потому что при любом судебном разбирательстве, да, вам могут ткнуть лицом в какую-то статью, которую, там, 50 лет назад разработали, выпустили, да, в которой уже это все было описано. Вот, понятно, что те люди, которые вам выдают патенты, они не могут проверить все многообразие документов существующих, потому что, ну, ни один человек не способен это сделать, да, но, тем не менее, вы можете, как бы, использовать эти патенты, да, чтобы просто, например, помериться с топками. Так делают крупные компании. То есть если вы поругались, там, не знаю, Samsung поругался с Apple, они пришли и выставили на полке, там, стопки патентов, да, и у кого там линейка измерили, там, в сантиметрах сколько стопки высотой, у кого больше, то ты прав. То есть там можно судиться десятилетиями, разбирая каждый конкретный патент. Вот, но, тем не менее, вот такие компании, там, крупные, да, Хануэлл, это достаточно крупная компания американская, они покрывают целую поляну своими патентами, чтобы никто на эту поляну не заходил. Вот, но если посмотреть, там, патенты других компаний, да, то там, на самом деле, примерно то же самое, они патентуют. Вот, но у них там есть какие-то свои договоренности, какие-то свои особенности всегда, то есть в основе любого патента всегда лежит какая-то схема, как, например, вот эта, да, но схема, на самом деле, настолько очевидная, что я вообще не понимаю, как, например, ее могли запатентовать, потому что это, по сути, система управления, да, с обратной связью, то, что вы в теории управления изучаете, то, что там еще ВАД, когда паровую машину устроил, у него уже был там педрегулятор, вот. Но, тем не менее, каким-то образом им удалось это запатентовать, да, есть тут вчитаться, как они это делали, то есть они ввели понятие процессора, да, и памяти, и объяснили, ну, как бы свою идею, объяснили, что их идея стоит в том, что они модель сложили в память, да, и процессор на основе анализа данных вычисляет коэффициенты этой модели. А дальше, соответственно, эти коэффициенты используются как формула для того, чтобы вычислить коэффициенты педрегулятора. Вот такую вот незамысловатую идею они запатентовали, да, соответственно, тут огромный документ, где они расписывают, что это означает, да, что в любом патенте вы должны ответить на несколько вопросов ключевых, да, первый из них – это какую проблему вы решаете, соответственно, вот они здесь описывают, что их проблема – это, да, это вот, видите, та вот идея, да, что у них, их устройство состоит из процессора и памяти, то есть это не просто программа, не просто алгоритм, да, это некоторое устройство физическое, в котором есть процессор и память. Вот, дальше они говорят, да, какая есть проблема, что у вас есть, например, разные времена года, лето и зима, и есть алгоритм управления, да, который не меняется. Соответственно, в зависимости от времени года, да, у вас есть некоторый номинальный режим, когда вы в процессе проектирования что-то выбрали, да, есть вот эти вариации, которым необходимо производить адаптацию. Соответственно, они вот таким образом иллюстрируют свою идею, да, своего устройства адаптивного. Вот, и дальше показывают еще и, сейчас, временные, да, характеристики. То есть было, вот, вот, было вот так вот в процессе проектирования, да, что мы ждали, что будет вот так. Вот это без регулятора, да, система, это система с регулятором. А вот что они получили, если не будет их устройства, да, что вот такая вот будет свистоплятка появляться. Вот, но при этом, как бы, если применить их устройства, да, то, соответственно, все становится хорошо и примерно так же, как планировалось. Ну, чуть похуже, но примерно так же, да. Вот, как бы, они ответили на главный вопрос, да, что конкретно они придумали. То есть они придумали некоторые устройства, состоящие из процессора и памяти, по сути, программируемый логический контроллер, да, или просто микропроцессор, вот, к которому могут подключаться, приходить на вход некоторые задания, да, будут измеряться некоторые величины, воздействовать на объект, да, и, соответственно, иметь некоторую обратную связь. То есть принцип работы этого устройства, да. И что конкретно она позволяет сделать, да. То есть для вот такой ситуации она позволяет вместо, 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 вместо вот этого, да, то есть вместо вот такого поведения, да, она позволяет сделать такое, которое практически похоже на вот такое. То есть это уже дает довольно много информации о том, что конкретно делает это устройство. То есть если вы сначала смотрите на какую-нибудь такую вот картинку, да, и пытаетесь понять, что же это такое, вот, что это за устройство, да, что у него есть какой-то там алгоритм автонастройки, где-то вот, наверное, здесь, например, да, какие-то возможности, да, что... автоподстройка, да, вот погода независимое регулирование, да, они, например, его называют. Вот что это значит, да, ну, попробуй разберись, что это значит. Вот, на самом деле мы потом через патенты, например, можем выяснить, да, что это на самом деле вот так выглядит, да, что есть, например, разные погодные условия, зима-лето, вот, и есть там ПИД-регулятор, который настраивался на некоторое среднее поведение, да, там, на осень или на весну, вот, и он чуть-чуть ошибается и зимой, и летом, да, вот как на картинке здесь показано, да, он... Мы проектировали его так, да, по факту он устал вот так вести, да, то есть погода независимая означает, что он будет на самом деле вести себя вот так, да, то есть почти так же, как мы проектировали за счет того, что есть вот этот алгоритм автоподстройки коэффициентов ПИД-регулятора. Вот, и это на самом деле алгоритм не такой тривиальный, да, как сам алгоритм ПИД-регулирования. Вот, ну, в целом, как бы, да, надо всегда понимать, что эти патенты, они часто бывают достаточно очевидные вещи и патентуют, и в этом их как раз основное преимущество, то есть то, что конкуренты могут легко воспроизвести, да, то есть вот эту простую идею, которая, понятно, любому, кто когда-либо пользовался вот такими устройствами, да, прочитал погодные независимые регулирования, да, по сути, вот в таком патенте пытаются это запатентовать, да, погодные независимые регулирования, хотя понятно, что уже только ленивый это не сделал. Вот тут, тем не менее, документ есть, да, и зафиксирован приоритет, и если у какого-нибудь там российского производителя он решит там в США продавать свои контроллеры, да, вот с погоднезависимым регулированием, не сможет на стол выложить документ, который был бы раньше, чем 26 июня 2001 года заявлен, то, соответственно, у него будут проблемы, да, ему могут предъявить иск, тем самым защитить свою интеллектуальную сумму. Даже не 2001, да, вот важный вопрос, когда было направлено. Направлено было аж 20 августа 1998 года. Вот, соответственно, патенты вот довольно много полезной информации в себе несут, часто даже приводятся какие-то формулы. Ну, вот конкретно здесь формул нет, здесь приводятся ссылки на методы, которые они использовали, да, но также вот особенность патентов, что они пытаются не акцентировать внимание на методах, да, потому что это можно уже как коммерческую тайну, например, использовать. Они больше говорят о том, какие, какую поляну они хотят занять, да, то есть у них, например, есть там пункты, где, например, они просто перечисляют, какие виды моделей сюда входят, да, то есть это не только вот преобразование LAPLAS, как у них на схеме нарисовано, да, но также и ARX модели, и FIR модели, и STEP RESPONSE модели. То есть ARX – это авторегрессионные модели с внешним входом. FIR – это FINIT IMPULSE RESPONSE модели, то есть это сверточные модельки. То есть так или иначе они пытаются еще и забронировать здесь, да, максимально возможное количество комбинаций этих схем, чтобы ваш конкурент, например, не сделал следующий, да, он пришел, посмотрел, окей, здесь у него LAPLAS, модель на основе LAPLAS, да, я возьму и поставлю сюда модель с импульсной характеристикой. Это абсолютно то же самое, да, но при этом схема становится другой. Здесь появляется другой знак, они ссылаются на этот патент, патентуют, да, и получают устройство, которое имеет почти те же свойства, да, с точки зрения результата, да, но при этом имеет другую схему, да, и свой патент. Поэтому, да, еще одной особенностью, да, в любом патентовании является максимальное занятие территории. То есть вы здесь не обязаны подтверждать, что вы что-то сделали, да, вы просто здесь формулируете идею. Вот поэтому в этих патентах часто еще такого немного дыма напускается, что вот включаются еще и вот такие дополнительные модели, которые стараются тем самым покрыть максимально возможные комбинации, чтобы никто другой не пришел и тоже сюда не влез. Вот. Ну и опять же тут всегда вопрос количества патентов, да, количество, переходящее в качество. У вас там есть целая толпа инженеров R&D, да, которые занимаются разработками. Вот им ставят задачу разрабатывать такие патенты, чтобы они максимально покрывали пространство, да, в котором будет продаваться будущий продукт. Значит, вот, с точки зрения патентов, что еще можно добавить? Так, сейчас, значит, здесь, соответственно, как мы уже обсудили, да, патентов огромное количество. Можно, во-первых, понять, какие компании, ну, тут какие-то компании уже отошли на второй план, вроде Philips'а, про него уже давно никто не слышал, да, но у Foxborough, например, Mitsubishi, они до сих пор живы. Есть огромное количество контроллеров на рынке, да, тех же Эллен Брэдли, Хитачи и так далее. То есть так или иначе все компании какие-то патенты оформляют. Возможно, каких-то откровений вы там не найдете, вот, но тем не менее часто, как уже говорилось, да, часто идеи достаточно простые, вот, и так или иначе все компании пытаются их как-то запатентовать. Анализируя патенты этих компаний, можно предположить, как устроена та или иная функция внутри конкретного устройства, которое вы пытаетесь применить в вашем конкретном проекте.